всем привет у меня сегодня конечно неожиданный experience я однажды на камчатке варил 370 литров ухи на алтае варил 120 литров ухи не вру 180 в этот раз я решил приготовить тонну супа тонну суп будет из потрохов это то что я люблю он будет такой знаете китайские немножко азиатские с чили с кинзой с базиликом зеленым очень крутой вкусный суп вот сейчас мне конечно предстоит и моим ребятам друзьям предстоит обработать огромное количество продуктов мы будем часть там подваривать часть будем готовить уже в самом котле в общем я не знаю как все этого у меня получится но я уверен получится сто процентов вот этот огромный котел вот на нем в нем вернее я и буду готовить суп офигеть крышки вот здесь печь огромная печь топка с этой стороны тут ребята вот подготавливают всякие штуки и буду на них жарить вот на этом огромном мангале подвешивать здесь вообще-то быть мариной короче смотри отварить вопрос вот ребятам конрюхи все все можно ну все пойдем на заготовки сергей шеф-повар будет мне помогать сегодня и завтра еще у нас есть денис он пока не шеф-повар но к этому стремится поэтому все вместе мы а у нас еще был кто-то где он спарился у нас еще есть один человек но он тут как-то скрывается в общем от камеры поэтому попозже чуть-чуть представим так это у нас телячьи голяшки да телячьи голяшки отстаивают сегодня завтра мы кидаем здесь должно быть около 100 килограммов на 4 коробки по 25 килограммов и это у нас будет часть навара для супа да у нас здесь костей будет много мяса мало нормально так а чё нам надо такой вот это щетку с палкой водой и вот так вот повернуть ну-ка кого трубу мы задеваем ее уже вот так его поставить боком но мы просто надо его как-то помыть а мы можем сделать только вот так чтобы потом приподнять звезда тебя из тебя еще ванну привезли вот я сейчас залезу потом поднимем костер разожжем и принца молодым станет а нету это или мэри 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 а ты прикинь я сейчас ферри оболью потом это смывать это еще надо будет сюда тысячи литров налить чтобы смыть лучше просто облить вот это все делать но потом естественно это как запашок старины будет добавлять шар запашок старины что вы за суп варите мы варим суп с запашком старины давай солью чуть-чуть пройдемся нитриткой ну вариант вариант много нитритки давай давай без нитрит тут у нас обрезать ну логично да хочу надо доску туда взять да он ну хотя бы обрезать а есть горелка горелка не у вас нет да нам все равно их в итоге то резать нам же варить то уже нарезаны надо потому что мы их варить а потом доставать и резать будет не и режем но такие знаешь произвольные куски поменьше покрупнее горелочка для того чтобы обжечь волосатые уши смотрим где на них волоса ушей должно быть здесь примерно килограмм 15 еще где-то лежит одна коробка потому что всего должно быть 30 килограммов ой как в деревне пахнет когда по осени отец свинью валил даже не знаю с чего и начать есть у меня дома нормальные ножи но нет от дома ключей потому что я сегодня утром торопился отправить жену в санкт-петербург вместе с собаками свои ключи я оставил в куртке а ксения закрыла дверь своими ключами и увезла их петербург и поэтому поэтому я без кителя без нормальных ножей а этот нож китайский чоппер у меня лежит всегда в машине так как я на машине и у меня есть ключи от машины поэтому у меня есть вот такой нож мне даже пришлось досыпать в машине ну потому что просто 6 до 10 утра мне было делать нечего некуда идти некуда податься поэтому моя машина мой дом еле вытащили вы чё блин тут тут мог а где чё вот там сергей на мне это кости мы на них бульон был варить они нам нужны завтра вот сегодня мне нужно легкая подварить и желудок все на это желудок это трахеи желудочки сердечки сам себя заводишь вот это что такое это лапки синие от черной черной курочки черная черная лапка желудок нужен вот это самое главное 50 килограммов говяжьего рубца ну похоже да 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 это он значит это у нас что этот желудок наверное это легкие да из и вот это легкие вот это желудок а это трахеи без легких наверное одни трубы да все ништяк часть здесь оставляем только ты тогда блин скажи чтобы все не легкие варить и вот эти и желудок варить остальное мы завтра просто скидываем и все и нам перебирать мы ничего не будем здесь в нашем нас нет ни времени ни сил все туда только людей нет вот этот вот это и вот это вот это надо здесь оставить а вот желудок говяжий и легкие нам на обработку мы сейчас варить их все будем приехали это конечно сложно себе представить что во всех этих мешках вы видите по венам как определить какой вес насколько толстые вены становятся такой вес здесь 50 килограммов говяжьего желудка слава богу он чищеные отбеленые офигенный и легкая а легкая вот такой же объем только она легче и в два раза вот это все будем подваривать варить из легкого нужно выгнать всю кровь белок вот эту пену а из желудка нам нужно убрать лишний аромат хотя он в принципе такой не пахнет ничем но подварить на всякий случай надо чтобы у нас потом суп весь не по ярко желудком у нас огромное количество лука которая завтра пойдет суп и если его чистить как картошку подрезая да и стягивая так уйдет много времени поэтому нужно отрезать хвостики и потом руками взять и снять шкуру все и бросить в воду так происходит гораздо быстрее процесс очистки можно даже с верхней шкуркой вот с этой вот ничего страшного лука у нас здесь 35 или 40 килограммов но плюс-минус потому что мешок скорее всего 40 почистить его не такая большая проблема тем более что есть вода которая не источает столько слез а вот завтра придется его резать мелко даже я сам лично буду участвовать этом во всем потому что я не могу взять и пацанов обречь на как это называется на плач и рыдание хотя на мастер шефе мы делали как сколько у нас было наверное около 500 килограммов лука и 45 участников резали одновременно чистили и резали полукольцами и кубиком я как опытный человек могу сказать что плакали все даже те люди которые были с камерами так ровно через 10 минут резко слезы у всех пропали и все то ли глаза одна но привыкают через 10 минут поэтому если в принципе одного человека поставить резать лук 40 килограммов лука то теоретически он через 10 минут перестанет плакать и будет продолжать это делать уже без слез 50 килограммов говяжьего желудка это вам не шутки но слава богу он хоть хорошо выбили но то есть помытый вычищен потому что если бы он был грязный я боюсь что суп не получился бы вовсе потому что я бы отказался такое количество чистить и мыть я не знаю сколько получают те люди которые это делают но это очень трудоемкий процесс даже нарезать 50 килограммов это прям надо под заморочиться у нас уже здесь вот только килограмм 15 всего лишь еще там два пакета под столом легкие говяжьи легкие для того чтобы из них вышла вся пена кровяная их нужно варить не целиком конечно же а ну порезов я их режу какими-то такими крупными кусками эти внутри трубочки все это складываю в кастрюлю буду подваривать но довести доводить до кипения пена будет уходить все вытаскиваем сливаем и на половину заготовка готова и ждет того момента когда легкие уже попадут в суп решим для варки решим покрывала режим покрывала что получились лоскутки из которого базе оренбургский платон сейчас вместе тогда на что это тяжелая час воды добавится сюда еще на улице 7 утра котел ждет дрова есть воду сейчас подвезут вчера мы умотались все в мозолях нарубить такое количество 50 килограммов легкого говяжьего 50 килограммов говяжьего желудка и свиных ушей а да я не сказал что я делаю я сегодня буду варить чун циньский или цинь чуньский в общем какой-то такой суп острый и он будет состоять из большого количества потрохов там и свинные уши говяжий желудок легкая куриные сердечки куриные потрошка ну без печени ну и в общем все вместе это будет вариться вместе с чили перцем пряностями в этом огромном котле я планирую сегодня это сделать за буквально наверное 5-6 часов но в общем я это делаю впервые поэтому может быть время варьироваться плюс-минус 50 килограммов легкого мы вчера слегка подварили для того чтобы легкую плотнилась и можно было нарезать более мелким куском то есть оно было большое мы как попало его нарезали и отварили в кастрюле закипает пять минут варим снимаем выливаем всю пену легка первых чистое во вторых она плотная и позволяет нарезать уже более маленьким кусочком вот так она выглядит сейчас мы его нарезали и вот это еще уменьшится при варке и соответственно кусочки уже будут такие подходящие для того чтобы в ложку они входили видели что это крутится сразу не догадаешься но это теленок ну то есть бык ребята братья вчера его утром аж замариновали весь день он в холодильнике лежал мариновался и вот ночью они его поставили часов 12 ночи и он сейчас уже девятый час утра вот он крутится и будет дальше крутиться но то есть не крутится но смысле крутился всю ночь угли он греется печется пропекается потому что если его не делать без фольги верхний слой будет выгорать а внутри будет сырой поэтому они как бы как в печи его завернули и пекут как знаете картошку заворачивает угли бросают здесь тоже самое только угли и бык на расстоянии друг от друга чуть позже конечно я попрошу чтобы нам отрезали кусочек быка потому что я жду и хочу но оценить как же маринад там и так далее режется гораздо лучше чем сырой бери вот отсюда вот этот желудок говяжий вернее его небольшую часть мы вчера успели подварить немножко когда подвариваешь он уплотняется его удобнее резать он становится такой как плотная резина а когда он свежий остатки там и свежие нарезали вот попробуйте сначала резать свежий потом подваренный сразу поймете разницу свежий он весь болтается резать его тяжело но остатки сейчас дорежем да и все перейдем к разжиганию если говядина росла на оренбургском мясокомбинате тот желудок можно назвать оренбургский пуховый платок видите он такой прям мохнатый классный нам еще правда надо людей найти которые будут это все есть потому что городские жители так типа из чего из потрохов фу они даже не догадываются что это очень вкусно я потому что с потрохов и не варил но я прошлом году на алтай сварил немного там 180 литров всего супа военной полевой кухни мы как раз использовали желудок и легкие идея супа была такая дискосуп есть некое движение в мире дискосуп это суп или похлебка сваренная из отходов каких бы то ни было это молодежное движение которое пропагандирует не выбрасывать отходы которые съедобные из них можно приготовить что-нибудь так и я решил что вот эти потроха все чаще всего идут либо в ливерную колбасу либо на корм собакам но это реально вкусные штуки и из них можно приготовить супер вкусное блюдо но суп в частности люди приходили говорили это что такое горю желудок легкие они говорят блин если бы не сказали вот вообще было бы шикарно то есть вкусно но как только говорит желудки и легкие все таки это что мы едим вы такое вкусное это касса из такого из какой какой какашки приготовлены ну то есть вот стереотипов конечно масса илюха кто свободен из вас лестницу над поставить а у вас перчатки как раз давайте с этой тогда да я и видно все и он пока пустой можно его еще крутить давай чуть-чуть вот так вот чтобы труба с той стороны было чтобы у меня лестница не у трубы бы а чаша похер тогда но чуть-чуть надо чтобы крышка просто куда мне было тебе будет лучше чтобы стереотипов ну вот и значит и и где лестница с этой стороны сейчас нальете да давайте чуть-чуть в эту сторону по часовой да ну так на а лестницу прикиньте она плоской стороне 100 аккуратно руки серёга когда не знаешь как она ставится просто так тут дырка встала она не откроется так а если ниже и опустить а у нас тогда угол не будет слушай давай откроем и все половина будет закрыта половина открыта все главное мусор то они набросайте а эти то есть паломник то в весло о чем и часто вы ищу вчера и 10 раз всем сказал дайте мне весло дайте мне все ингредиенты а сейчас мы летим два часа и пипец мы сейчас к пяти часам но с лестницы тоже такая штука и чё ты встал выше котла там ты без лестницы ниже котла от свечи выше котла или на стул ага перед здесь тоже но мы убрать всегда сможем давай воду лить и зажигать воду зажигать сначала как бы без котла и без котлов ну давай так будем я лучше весло или половник все мне кости надо вытащить будет чем-то какого размера вот чем больше чем лучше то есть вот с меньшим руку не засунешь к этому времени будет половник так у нас не розжига ничего нет вон угли вновь самок есть у вас чуть-чуть лопата наша главная задача сейчас это все раскочегарить лей денис лей сложно себе представить сколько сюда воды войдет из 5-литровых баклашек хлопцы мне кажется вам дымка не хватает мы вот сделали так что по наш подкапчивался бык бык чтобы подкопченный слегка был мы будем все как как ваш бык подкопченный пора запускать рыбок теперь уже есть вода сейчас идут кости говядина по плану у нас куча потрохов но и куриные лапки тоже из костей да и телячья голяшка тоже с костями мы закупали продуктов из них там 85 или 90 процентов мяса чуть-чуть лука и сельдерея мясо около 400 килограммов давайте соевого соуса 2-3 литра не больше так в этой упаковке сколько у нас 19 литров в этой упаковке я как раз планирую что сегодня наверное мы используем 9 литров давай закрывай так соевый соус обязательно здесь должен быть вот смотрите тазик соуса а его практически не видно здесь в этом объеме жидкости но выглядит красиво и как он растекается поклепить полюс осенний листопад красиво конечно плавает лаврушка это как будто средневековый китайский пруд и листья лавра осенью опустились на водную гладь будет шикарный суп почти что хайку мальчик с пальчик попроси взрослых пусть они помешают мальчик с пальчик а есть вариант стул вот это освободить главное следить чтобы ничего не при не пригорало кажется вроде кастрюля большая температуры надо много но внизу когда пламя касается металла нагревается очень сильно и бывает что вода еще далеко не закипела мясо уже начинает пригорать поэтому надо помешивать на всех стадиях начиная с самой первой сейчас привезут еще длинное весло которое будет доставать до дна потому что это эти половники я из таиланда притащил в этот раз отдыхал когда нашел магаз нормальный но все равно этого не хватает это для вока конечно больше а это китайская цистерна но жирок уже начинает всплывать красивый суп янтарный у многих возникнет вопрос каким же образом в мясном супе появился кальмар вот да вот такой вот мясной суп но шутки шутками это не кальмар это трахея то есть гортань хрящ нарезается вываривается это создает определенную густоту супу как холодец вот как хаш у нас и желудок же там будет вот вот эта плотность самого бульона увеличится ну и конечно людей порадуем начал наверняка у всех возник вопрос в чашки типа кальмар как так мясном супе но посмотрим что будет поржем во всяком случае гонишь по кругу воду у тебя накипь все собирается с одной стороны подними мне это ничего нет все потом собираем и через шумовку накипь остывает становится такой плотной потом через шумовку и сливаем бульон а то иначе у нас половина кастрюли вычерпаем надо соли сюда и одну пачку прям счастливчик пока только килограмм соли потому что нужно все пробовать соли сейчас подкипает пробуем мало добавляем еще и потом в течение всей варки я буду еще добавлять соль у нас мясо примерно ну примерно по 50 килограмм всего сыпь еще сейчас мы отправляем трахею трахею отправляем суп потому что это хрящ очень плотный и он варится наравне с костями по времени гортань это у нас был фруча сивлевым рашковым они вступительное слово говорят такие у нас сегодня гостья мария гортань и вся студия такая горбань не кипит нифига мало жара нам прям надо чтобы он закипел чтобы и пена вышла придерживая вот эту штуку надо прям хорошенько варится трахея будет вариться часа полтора-два видишь это вот все те ингредиенты которые самого начала у нас будет и до самого конца сейчас раскочегарим побольше огня что нам надо кипение при кипении разрушается верхний слой и ускоряется приготовление продукта для чего мы всегда стараемся уменьшить огонь и варить на щадящем режиме да для того чтобы это все в кашу не превратилась а здесь нам наоборот нужно ускорить сейчас помешаем у нас неужели неправильно я мог объем неправильно рассчитать здорово вас от вас и слышу что делать вошел пособи вкусу да еще в фиаско нас чуть тысяч человек смода дала 3 вверх это фильм помните был адриана через данных на как он зал скаун стекло варил помнишь стекло варил я не помню я не так стар еще короче ребят это цитаты из кино вичей не имеющий отношение к производству данного супа переживание кто-то переживал очень сильно какая самая сложная задача сегодняшнего дня лук нужно вот таким вот пером перьями называется нарезать его так чтобы как арбузные дольки он скользит потому что здесь пленки поэтому в меру всего лишь 20 килограммов и все примерно так у нас уже два часа кипит вся эта штука нужно пробовать надо пробовать как ведет себя мясо и пару колечек надо какой-то вилку что-то такое сейчас какую-нибудь вилочку возьмем блин трахея жесткая еще варится и варится еще нас тоже на мясо уже само отходит от кости на мягкое мясо пусть поварится еще вот это все отвалится мы кости будем доставать потом пусть остается мясо разварится будет хорошее такое как тушенка в принципе она на жилу будет держаться никто не денется это пока без свинины там уж и у нас свиные есть поэтому потом у тебя уже не пробовать не получится это австралийская кто в пластыре тот может добери его и в рот сразу она по текстуре такое вот если его просто есть то она самое то прямо на уже соли килограммчик бы еще туда и соевый соус надо класс очень вкусно уже на этом этапе представляете что будет еще если туда куриные сердечки и все 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 закидаю это конечно будет очень бомба и килограммчик соли чё говяжий желудок давайте говяжий желудок должен хорошенечко провалиться когда варишь говяжий желудок у него очень яркий такой вкус аромат молока вот чего-то такого до некоторые его не любят вот запах хаша да вот армянский суп переворачивая его а я его это так вот соевый соус как раз как бы уводит этот аромат то есть чтобы из супа не получился хаш я сюда добавляю соевый соус забирать тут пленка так также вот как раз если издалека сделать фотографию как раз так и будет жаль что не видно то что происходит там пар идет но уже поплыл говяжий желудок уши давай сразу да если вы все вместе соберете здесь у вас даже половина не будет того чего у нас есть так свиные уши вот так ага сыпь чтобы нам было видно заходи на да надо тазик и соевый соус литий сюда это только часть еще куриные лапы куриные желудки куриные сердечки а легкие еще самое главное легкие чуть не забыл слоу-моушен от снимать выглядит кач красиво из меня даетесь и попробовать гульона сейчас моего он горечь нет холодный мы же в холодном варим да 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 ну как и он игрался 85 а еще куриные лапки куриные эти сердечки вот куриные лапки добавят пикантности достаешь такой типа ритуальный суп обязательно хвостики ящериц такое взорвалось давайте одну приправку засыпем 12 специй значит на иностранном рынке не на рынке китая я имею ввиду а везде в любых странах в том числе и в россии есть ряд китайских специалитетов которые отражают там характер китайской кухни значит есть два типа приправ 5 специй и 13 специй пока только один пакетик больше нельзя это попозже чуть-чуть вы кредит в общем продолжаем варить насыщать сейчас у нас все твердые ингредиенты желудок гортань уши свиные голяшки много хрящей кости сейчас все это варится и мы находимся на экваторе 50 процентов супа готова оооо супер супер суп зухридин бери тогда доску вот сюда становись их не то не так много там на дня местами я тебе фартук могу дать а а а а а а Суха! Ось не вынимаем! Куриные ножки, сыпь. Вот куриные ноги там. Он, правда, теперь выглядит как ритуальный суп. Готовы? Звители готовы? Нет! Поехали! Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Я, конечно, не планировал, что у нас столько будет сухих ингредиентов Дэн, чашку возьми Тебе нельзя А легкое не попробовали? А, блядь, я же за легким А легкое горячее Не все Сейчас мягко попало, до этого жестко было Те, которые вчера варили мягкие, наверное А там части у желудка разные Одни меньше, меньше, мягче Немножко надо поварить, надо было чуть раньше Сейчас уже поздняк Надо добавить, значит, этого Пару полежек Много не надо, а парочка, да Рис еще не разварился А это значит, что пить все пруни-гость про хорошее? Вареный вообще Легкое Уши Видишь, уже кожа сошла Тебя все смотрят и облизываются Закрываем Что, как супчик? Супчик уже финал Финал? Уже минут через 15 закидываем овощи Я с вчерашнего дня жду Легкие, чуть-чуть не... Вот ему надо еще подержаться Все, окей, навариться Они недостаточно мягкие Они должны быть прям так вот, как булочка Они, ну что, мягкие такие, как поролон? Как колен На природе всегда На свежем воздухе Финальная щепотка соли Прошло 6 часов Мы начали готовить в 10 Разжигать И уже на стадии отдачи То есть у нас осталось только добавить Лук и сельдерей Чили пасту Все сразу переливаем в кастрюли И начинаем созывать людей Для того, чтобы они наконец-то попробовали Настоящий Чуньциньский суп Вот, да, дайте мне поесть Просто я тоже, я голодный весь день Я думаю, что это делать Давайте поплатим нам на снимание Которых дел И большой аплодисменты, дамы и господа Василий Ачкоткова Сельдерей Давай А вы даже не представляете Во-первых, как было тяжело Вот врет мы Мы начнем уже его угром Мы, говорит, мыли его Мы, говорит, мыли его Мы, говорит, его мыли Я говорю Вот врет был А что, дай пиздец Что за соус? Последний ингредиент Это масло Которое пережарено с чили перцем И с ферментированными соевыми бобами Выговорил С соевыми бобами Масло пережарено с чили перцем с сухим Масло пережарено с чили перцем И ферментированными соевыми бобами Я выгляжу, как ребенок, когда она... Я выгляжу, как ребенок, когда она... Давай, зачем? Что у нас случилось? Ребята, это вот такая вот штука А вот это, это мясо или это что? Это легкие А, это легкие? Да Слушай, а они блоговые леды Интересно, а куриторы у леды Желкие леды, которых мы используем сейчас Или нет? Нет, говядина Ребята, за руку я хотелось хотела Все, давайте выливать Выливать кастрюли И поварешка там где-то большая была Похлебки Ребята, сейчас что будет? Добрый суп! Сколько в итоге готовился суп? Суп мы начали готовить сегодня Чуть позже, чем планировалось Где-то в 10 часов Мы приехали в 7, но тут были кое-какие накладки Ничего страшного Мы его как раз ко времени, когда уже все собрались Подготовили и сейчас будем отдавать Ну, то есть, получается сколько? 4, 2, 6 6,5 часов примерно он варился Потому что это, конечно, не кастрюлька 3 литра Как мы привыкли готовить дома Ну и те ингредиенты, которые там есть Они, конечно, им нужно время Для того, чтобы свариться Все, у нас уже первая кастрюля пошла Здесь будут вам добавлять еще зелень Микс зелени идет Это зеленый базилик, кинза и зеленый лук Все традиционно Я не стал использовать дополнительных акцентов Которые привыкли все русские Типа, как в итальянской кухне Везде должен быть бальзамический соус Так придумали русские повара Итальянцы в шоке, что российский рынок Покупает такое количество А если мы говорим о китайской кухне То российский рынок покупает Кунжутного ароматного масла Ну, брать не буду Не в два раза, конечно, больше, чем Китай Но за счет кунжутного масла Все русские думают, что это китайская кухня Нет, не так Я вам вот как раз и приготовил Без кунжутного масла Но соевый соус там небольшое количество есть Все-таки мы должны усилить вкус по-настоящему Чтобы он был насыщенный, мощный Решили для вас сделать такое необычное видео Обязательно в комментариях напишите Надо ли нам иногда такое делать Или вообще не надо Это неинтересно никому Только одни рецепты, Василий И больше ничего Мы прям заморочились Поймите, что приготовить тонну супа не так просто Поэтому Вы подписывайтесь, кто не подписан А я пойду наслаждаться этим произведением искусства Потому что мясо, бульон, яркая зелень Это то, что нужно Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok